Миры страха и невероятных приключений бесконечны. Кошмарные монстры, бестелесные чудовища, смертоносные особи и ужасающие существа. Ни одна из предчисленных тварей не сравнится с человеком не только в отваге, но и в коварстве и жестокости. История о монстрах и людях, о храбрости и героизме, о предательстве и смерти, о жизни и надежде. На канале Дмитрия Чепикова Мир кошмаров и приключений. Ссылка в описании. Ты у меня ещё поговори! Выступает он тут! Возбуждённо орала симпатичная молодая женщина нахмурого мужа, сидящего в кресле и нервно крутящего в руках телефон. «Послушай, Аня, мы же договорились не тратить деньги на всякую ерунду и собирать побольше на отдых в Мозамбике, как ты и хотела. Ты же знаешь, в нашей фирме сейчас требуется вложение, а не траты. А ты купил этот чёртов тренажёр за полмиллиона!» Оспылил Александр Смирнов и вскочил с кресла. Крупный сорокалетний мужчина, почти двухметрового роста, навис над хрупкой, но разъярённой женщиной, которая, тем не менее, не оступила ни на шаг. Напротив, жена свойственным видом пихнула маленьким кулачком Александра в грудь и завопила, переходя на ультразвук. «Что хочу, то и покупаю! Надо было думать, когда на мне женился! Тебя, мой папа, предупреждал, что ты меня не потянешь! А?» При упоминании всесильного тесте местного депутата, с которым отношения не сложились в первой встрече, Александр помрачнел ещё больше. А милую жену, превратившуюся за полгода после свадьбы в истеричную эфорию с непомерными запросами, ему хотелось пристукнуть прямо сейчас. Он едва справлялся с собой и буквально выбежал из квартиры. Последние произнесённые Анной слова калёным железом выжгли в его сознание печать огромной обиды и накопленной ненависти. Эти жгучие чувства не оставили его ни в долгом спускающемся лифте, ни когда он уселся за роль своего Тигуана. Криво усмехнувшись, мужчина вновь вытащил из кармана телефон и, пролистав список контактов, ткнул пальцем в имя Макс. «Здорово, Санёк! Чего ты звонишь? Опять со своей мегерой поругался?» – послышался из смартфона бодрый, жизнерадостный голос лучшего друга и заодно совладельцы их общей небольшой фирмы. «Слушай, Макс, эта дура меня доконала!» – зашипел мужчина в трубку. «Помнишь, ты говорил, что некая Елена Абрамовна может радикально решить мою проблему и что денег она не берёт за услугу?» «Помню». Голос друга стал серьёзным. «Живёт в коттедже на Семинарской улице. Ты уверен? Она действительно решает дела очень радикально, хотя и чисто. У меня от этой женщины мороз по коже. Я тебе дам адрес и телефон, но ты обещай мне, что потом никому и слова не скажешь про ваши разговоры». «Давай данные. И ты не про делах, если что. Обещаю». Голос Александра приобрёл уверенные краски. Если уж он что-то обещал, он всегда это выполнял. За исключением несостоявшихся золотых гор для жены. «Скидываю контакты», – напряжённо сказал Максим и отключился. Звяхнуло сообщение, уведомив владельца смартфона о поступившем СМС с контактами Елены Абрамовны. Александр бегло взглянул на них, машинально нарисовав у себя в голове нужный маршрут на окраину города и завёл двигатель. Сигуан мастерски протиснулся между забившими парковку автомобилями и помчался по городу, ловко маневрируя среди машин в начинающихся пробках. «Заходите, Александр Степанович», – дружелюбно позвал мужчину приятный женский голос. Едва гость понёс палец кнопки звонка причудливой формы и даже не совершил нажатия. «Наверное, в окно меня увидело, когда я твой рот шёл. А имя Макси и сказал, «Лезет вперёд меня, дружище». Мысленно решил гость и неуверенно потянул ручку тяжёлой металлической двери на себя. Его встретил полутёмный коридор, освещённый тускло-горящей голубым на стены лампой. На секунду замешкавшись, мужчина сбросил туфли и пошёл вперёд. «Елена Абрамовна!» – осторожно позвал он. «Первая дверь направо, Саша». Тот же женский голос стал ещё более ласкающим слух и располагающим к себе. Мужчина послушно зашёл в первый дверной проём справа и встретился лицом к лицу с умопомрачительной и красивой брюнеткой лет 30. Она тут же предложила ему присесть на бордовое кожаное кресло, рядом со стеклянным столиком, на котором уже дымились две пузатые кружки с дымящимся чаем. «Зовите меня Леной! Сейчас печенек принесу!» – прощебетала хозяйка и выскользнула из гостевой комнаты, нарочно продемонстрировав Александру шикарную фигуру, отлично подчёркнутую синим коротеньким платьем. Гость, глотнув слюну, как завороженный проводил взглядом её аппетитную попку, на секунду забыв, зачем он вообще сюда пришёл. Он рассчитывал встретить пожилую женщину неприятной наружности, окружённую магическими принадлежностями и чучелами дохлых животных. А тут ничего подобного. «Вас Максим обо мне предупредил! Вы с чаем как раз к моему приходу успели!» – крикнул мужчина, возвращаясь к цели своего визита. «Нет, у меня свои источники!» – донёсся из глубин дома мелодичный ответ. «Хмм, да неважно. Какая разница, если она и правда избавит меня от этой стервы?» – подумал Александр, взяв увесистую кружку и потягивая из чашки душистый чай с будоражащим травяным ароматом. Вкус горячего напитка полностью удовлетворил его рецепторы, и он решил поинтересоваться маркой чая. Но это потом. Сначала дело. А вот и печеньки. Елена вошла в комнату цветной коробкой печенья в руках, соблазнительно покачивая при каждом шаге бёдрами. Гость уже не знала, куда девать свой клейкий взгляд. «Вы, наверное, хотите поскорее приступить к делу». Словно прочитав его мысли, более строго произнесла женщина, поставив коробку с душистым печеньем на столик и пододвинув в упор к собеседнику второе кресло. Несмотря на массивность этого предмета мебели и отсутствие колёсиков, она это проделала без малейшего усилия. Впрочем, Александру было не до таких мелочей. Он тяжело собрался с мыслями, чтобы изложить Елене Абрамовне свою беду. «Анька, жена моя, достала просто. Вот просто вот тут она у меня здесь». Мужчина прикоснулся ладонью к своему горлу. Потом, разошедшись, выпалил хозяйке коттеджа всю историю скандалов за последние пару недель, не забыв упомянуть злосчастный тренажёр, ставший последней каплей в бесконечных спорах. Женщина хладнокровно слушала его, сидя в кресле и положив ногу на ногу. Она согласно кивала, как только Гой замолкал, чтобы перевести дух, и всем видом показывала желание дать ему выговориться. «Вот Максим и посоветовал обратиться к вам». Закончил Александра свои душевные излияния. «Ваш друг ведь сказал вам, что мои услуги не оплачиваются деньгами». Чуть растягивая слова, проговорила хозяйка. Как только Александра подтвердила, она продолжила. «Вы подпишите вот этот документ, обозначающий, что я могу потребовать у вас абсолютно любую услугу по истечению месяца после того, как ваша жена вам перестанет досаждать». Мужчина был готов поклясться, что секунду назад в маленькой ручке красавицы ничего не было. А теперь она там же мало свернутый в трубку желтый лист бумаги, перехваченный посередине алой лендочкой. Он взял бумажную трубку у Елены, развязал ленту и развернул бумагу. Лист оказался сплошь усеян и ижающими друг на друга нечитаемыми закорючками, с двумя жирными прямыми чертами в самом низу. На одной из них уже значилась размажистая роспись, а место на второй черте, очевидно, было оставлено для него. Кровью расписаться. С лёгкой дрожью в голосе осведомился он. «Ох, что за средневековые стереотипы?» – рассмеялась Елена, потянувшись в кресле. «Ручка на столе возле чашки. Но договор обратной силы не имеет. Учтите, Саша. Подумайте. Прямо любопытно, чего вы попросите, если вас деньги не интересуют». Неуверно пробурчал Александр, ставя свою закорючку на предложенном документе. «Вот и ладушки!» – воскликнула женщина, почти сразу выхватив у него подписанный лист. «Теперь погуляйте где-нибудь на видом месте пару часов, чтобы вас видело побольше народа, а потом езжайте домой. Всё, извините, у меня больше нет времени». Елена вскочила с кресла, подхватила под локоть гостя и практически выдворила его, оторопевшего от неожиданности из дома. Тем временем Анна Смирнова приноровилась к роскошному спортивному устройству, поблёскивающему хромированными поверхностями. Она улыбалась, представляя, как вечером устроит Александру ещё одну сбучку. Физические нагрузки, а в копе со спуском пара на слабовольного олуха мужа, доставляли ей огромное удовольствие. Женщина опустилась спиной на прохладную скамью, готовясь начать тренировку и глядя в натяжной потолок. Едва она собралась взяться за ручки тренажёра, как хромированные трубы ожили, извернулись в воздухе немыслимыми петлями и извиваясь, спрелись над ней в стальную паутину. Пока она разевала от удивления рот, колубящийся металл собрался в единую пружину и распрямился, пронзая её голову и грудь в нескольких местах. Кровь стекала ручеками по трубам взбесившейся конструкции на белоснежный палац, собираясь в большую тёмную лужу, пот уже переставшим биться в агонии телом. Через минуту тренажёр приобрёл обычный вид, оставив на залитой кровью скамье бездыханный труб. Привет, Макс. Радостно щебетала в трубку Елена. Можешь ввести мою плату? Да-да, 30 тысяч зелёных, как договаривались. Через месяц фирма будет твоей. Он всё подписал и запятнал себя смертью, так что я без проблем заберу его. Проблема решена. Субтитры создавал DimaTorzok